Друзья, доброе утро! Сегодня у нас уже 17 декабря 2023 года. Накануне подходят уже праздники, Рождество. С 24 на 25 у нас католическое будет праздноваться дальше Новый год, Сильвестра. Вон следующее будет обычное, ортодоксальное, то есть православное Рождество. Сегодня я приготовлю блинчики. У меня блинчиков на канале много рецептов. А сегодня блинчики будут называться раз-два-три, потому что готовятся они очень быстро. Все показываю и все рассказываю. Все для вас. Блинчики раз-два-три. Начинаем с яиц. Три яйца вбиваем в чашу, которая будем замешивать. Значит, нам не понадобятся никакие миксеры. Три яйца и яйца. И вообще должны быть продукты комнатной температуры. Это у вас смешается очень хорошо все. Три яйца. Сюда чайная ложечка буквально. Высыпаем чайная ложечка соли. Дальше. Сюда идет у нас две столовые ложки сахара. Две столовые ложки сахара. Раз-два. И сюда у нас пойдет 160 грамм муки. То бишь, один стакан. У меня вот такая кружечка, как стакан. Здесь я отметил 160 грамм муки. Пойдет сюда. Но сейчас, пока муку не вливаем, сюда нужно влить три столовые ложки растительного масла. Раз-два-три. Влили. Теперь мы берем венчик. Самый обычный венчик для взбивания. И вот так быстренько перемешиваем. Смешали. Добавляем в три приема муки. Когда у вас хорошо все это смешается. Присыпаем. Сюда берем, значит, один стакан нам. У меня такая кружечка, она это один стакан. Двести миллилитров в стакан. Молоко. Молоко комнатной температуры. Вот так вливаем и замешиваем. Теперь включаем чайник. Разогреваем его до горячего. Блинчики получатся очень тоненькие. И у всех у вас получится. И они будут дырочками. Теперь берем, наливаем кипяток. Которится очень быстро. Прямо кипяток наливаем. Желательно в крошку с ручкой, чтобы вам не обжечься аккуратно. Если это стакан, значит, надо взять полотенце, чтобы вам не обжечься. И вот так посыпем пенок будем вводить. То есть тесто у нас такое, да, блинчики будут заварное. Никакой соды, никаких дозей, ничего сюда не идет. Все. Все, замесили. Теперь надо постоять на уплац. Можно, чтобы не стояло, но так лучше мотка разойдется. И тесточка уже не надо будет добавлять никакой жидкости. То есть, вы один раз перед жаркой перемешаете. И будет шикарное у вас такое тесточко. Все, оставляем ровно 15-20 минут. Этого будет достаточно. Друзья, я сказал, сегодня 17 декабря. Сегодня, оказывается, у нас 16 декабря. Живу прямо наперед одним днем. Значит, вот такое у нас получилось замес. Вот такое тесто. Сюда не одна ложка соли, а пол чайной ложечки соли. Я говорил, пол чайной ложечки. Все ингредиенты, как всегда, будут под видео. Для того, чтобы получились тонкие блины, если любите тонкие, значит, можно добавить, если густоватое тесто, при первом блине, вы посмотрите, можно добавить немножко молочка. А если чуть потолще, тогда немножко берете этой массой, вот так черпачок, добавляете муку, только не во всю смесь, а сюда, допустим, добавили, перемешали муку, и потом сюда, и здесь же уже перемешивайте. Тогда у вас не получится, как с комочками. Немножко первый слой надо смазать у нас растительным маслом, вот так, кисточкой, чем у вас, что есть. Смазываем, наливаем. Вот, хорошо. Вот, с такими бурочками получается. И ставим. И вытыкаем где-то на семерочку, девятки убираем на семерку, чтобы у нас блины не горели. Тогда у нас все получится. Вот, один блин, как только с одной стороны поджарился, у меня вот такая шпажка деревянная, лучше всего, тогда вы не испортите свою сковородку для блинов. Сейчас все перевернули. Видите, если видите, что мало дырочек, можете немножко, я сейчас добавил немножко молока. Так, если вас устраивает такие блины, пожалуйста, жарите такие. Но тоненькие блинчики, они должны быть с такими дырочками. Это обозначает, что у вас они тоненькие. Все, и так всю партию жарим. Друзья, вот такие вот блинчики, раз, два, три, получились у нас. Опять ингредиенты все будут у меня под видео. Все распишу. Очень просто получается. И у всех они получатся, такие блинчики. У нас, значит, к блинчикам есть нутелла. Вот нутелла. И есть у нас мармеладе фирсик. Персиковое повидло есть еще. Все, сейчас заворачиваю аккуратненько. Очень тоненькие, я сказал, как регулировать эти блинчики. Значит, если немножко толстоватые, вам кажется, добавляете немножко молочка или воды. Здесь не принципиально. А если они у вас получаются очень-очень тоненькие, и вам кажется, что очень тоненькие, потому что мука разная бывает, значит, отдельно один черпачок отливаете массы, добавляете муки столько, сколько необходимо, перемешиваете, и потом только в общую массу. Потому что если вы муку сразу добавите в общую массу, у вас просто получится с комками. Чего нежелательно видеть. Все, пробуем наши блинчики. Мягкие, довольно-таки сладкие. Потому что все-таки две ложки сахара и плюс нутелла. С сахаром тоже можете регулировать. Если это с начинкой будет, с мясной, значит с сахаром можно пол-ложечки всего столовой добавить. Здесь все зависит от ваших предпочтений, что вы любите. Очень-очень вкусно. Рекомендую приготовить вот такие тоненькие блинчики. Видите, какие они? Вот такие тоненькие блинчики. Все. Готовьте. У нас прекрасный день. Сегодня пойдем на пляж Кулюлю. Будет у нас... Будет у нас прекрасный день.